В Ненинском округе продолжается убойная кампания. К заготовке мяса приступили 6 оленеводческих хозяйств и частники. На убой уже направлено более 10 тысяч голов. Произведено порядка 300 тонн мяса. Это 25% от плана. Нашей съемочной группе удалось побывать на убойном пункте сельхозкооператива «Харп». Слово оленеводческой. Кадры, снятые на квадрокоптер, завораживают. Тысячи оленей на просторах бескрайней Ненинской тундры. С высоты птичьего полета хорошо просматривается кораль. Специальный загон для сбора и просчета оленей. Загон поделен на несколько камер, которые связаны между собой переходами. Из основного стада небольшими группами животных перегоняют в так называемую рабочую камеру. Именно здесь происходит выбраковка. Труд тяжелый, причем не только морально, но и физически. И у каждого работника здесь свои функции. Например, Иван Рочев занимается просчетом. Вот в центральной камере идет процесс. Одних определяют на забой, вторых выпускают. А если стадо какое-то месте сошлось, их отделяют тоже в отдельные камеры. Максим Литков, главный в пятой бригаде, лично контролирует процесс. Ведь важно, чтобы ни один олень не остался в чужом стаде. Принадлежность животных определяют по меткам на ушах. Например, в этом году к стаду харпа прибились сахаты из сельхозкооператива ЕРФ. Такая была грибная пора была, по грибам они разошлись. Вот и туманы были очень сильные. Погодные условия какие-то были. То снег упадет, то снег растает. Так и разошлись. Помешала погода и планам хозяйственников. Убойная кампания в Харпе началась почти на две недели позже, чем ожидалось. В том году начали 10 числа ноября забой. В этом году в связи с отсутствием морозов, в связи с отсутствием ледостава на реках, оленеводам тоже рисковать стадом и своей жизнью, как говорится, не резон. И вот ждали, пока хотя бы немножко установится ледовая обстановка. На сегодняшний день на убой направлено порядка 1300 оленей. Это четверть от плана. Остальные бригады попросту не смогли подойти к месту забоя. Ведь зимние пастбища находятся ближе к республике Коми. В районе рек Крутовалка по лимице Шапкино. Хозяйственники надеются, что с приходом календарной зимы на территории региона установятся и минусовые температуры. Если позволит погода, убой в Харпе завершат к концу декабря. Убойный пункт сельхозкооператива Харп считается одним из самых крупных в Ненецком округе. Причем хозяйственники ежегодно увеличивают количество забитых голов. Только в этом году планируется направить на убой более 5000 оленей. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, телеканал «Север», поселок Красное, Ненецкий округ.